Завтра большинство красноярцев будут собираться на праздничные линейки. И когда начнете собираться, вспомните, что наряд-то погладили, приготовили. А что делать с прической? Первоклассница или, может быть, просто у вас уже там выпускница, но у нее тоже будет такой вопрос, как заплести, чтобы это было красиво. Максимально подробную инструкцию дадим мы вам прямо сейчас вместе с экспертом в студии. Да, Наталья Рымарчук, визажист, стилист по прическам и преподаватель обучающих курсов у нас в студии. Доброе утро! Здравствуйте! Мы видим, что у нас одна сторона заплетена, вторую будем делать прямо сейчас в эфире и параллельно общаться. Да, у нас уже одна косичка готова. Вот если я вообще не умею плести, я смогу вот так заплести? Я специально все утро думала, какую же показать косичку, и показала самый простой вариант, сможет заплести любая мама. Это дракончик? Как это называется? Да, вообще это в русском народе дракончик, и вообще правильно назвать коса с двумя подхватами. Что для этого нужно? Вообще подготовила как? Я немножко прогофрировала корневую зону для того, чтобы у меня появился дополнительный объем. Я оставила лицевые прядки, немножко праздника, такой праздничный вариант, и закрутила от лица локоны. Приступаем к технике. Что нам понадобится? Нам понадобится расческа, резиночка силиконовая и любое украшение, которое у вас есть. Вот такие вот я подготовила красивые резиночки. Предварительно я ничего не наносила, никакие спреи, не лаки, просто чистые волосы, и главное, чтобы они были сухие. Главное, чтобы руки еще умели косы плести. Да. Как вообще начинается косичка? Мы выделяем любую прядку, сами смотрите, просто на, ну, то есть толстую можно, можно потоньше, стреки волосы у ребенка. И делим на три части. Поделили и начинаем плести все плетение наверх. Справа наверх и слева наверх. Просто обычная коса. А когда вы начинаете класть следующую прядку, вы выделяете подхват с распущенных волос и добавляете. Далее слева опять положили прядочку, добавили подхват, соединили и довели. Главный критерий, чтобы когда у вас было плетение, вы плели туговато, то есть, чтобы косичка была на натяжение. А потом мы уже будем выпускать красивый, создавать объем и прядки. Мы с каждым новым захватом добавляем волосы или как-то чередуем? Да, вот каждый крайний, вот который прядка крайний остается, каждой крайней прядке мы добавляем подхват. Так, ну у нас есть и фиксирующее средство сейчас в студии, лак для волос. Он на финальной стадии понадобится или в процессе тоже можно себе помогать? Лак для волос мы будем фиксировать в конце для того, чтобы мне создать объем и добавить именно красивые к текстурирующей прядке. А в процессе я ничего не использую. Если вдруг у вас что-то начинает путаться, вы просто берете расческу и расчесываете. И запомните, главное, ключевое правило, вы всегда держите большим пальцем по серединке. То есть, одна рука всегда свободна, а одна фиксирует. У нас не самая реалистичная получается реконструкция, потому что никто не сидит и не орет. Мама, больно! Где вот эти звуки? Мы еще видим, что у нас у девушки потрясающие локоны длинные. Но есть же и девчонки маленькие, у которых, например, волосы не такие длинные. И придется как-то, если прядки вдруг выходят с косички, их фиксировать. Что это? Как можно сделать? С помощью невидимок или какие-то другие? Вот чем плюс у данной косички, что она подходит вообще для любой длины волос, то есть на короткие, на длины, потому что весь подхват идет наверх. И если вдруг у вас что-то начинает выпадывать, это можно зафиксировать лаком. И в конце я покажу, как можно невидимками прошить прядки. И эту косичку можно плести вот буквально за 5-10 минут. Она очень быстро плетется. И именно почему я выбрала ее на 1 сентября, что из нее можно красиво трансформировать вот такую вот объемную косу. Если уже порепетировали накануне, если уже пришел уровень мастерства, эту же косу можно пускать по разным направлениям? Может быть, чтобы она от одного уха до другого сначала шла всю голову? Что-то можно импровизировать еще? Это всего лишь техника, да, то есть показывая просто технику плетения, как вы ее будете оформлять хоть вокруг корзиночка, да, хоть 5 косичек, хоть снизу вверх, и потом шишка. То есть вообще по-разному можно. Наталья, пока параллельно мы плетем косичку, хотелось еще спросить, какие, может быть, прически актуальны сейчас? То есть что на 1 сентября можно заплести, кроме дракончика? Кроме дракончика, да. На самом деле каждый год на 1 сентября, так как это все-таки дети, в основном пользуются различные плетения. Это дракончики, французские косы. Раньше очень было в тренде вплетать различные ленты в косички, каниколон. Сейчас немножко это отошло, и в моде минимализм, то есть красивые объемные косы. Но постарше уже девушки, там 9, 10, 11 класс, мы бываем делаем красивые локоны, текстуры и просто какой-нибудь бантик украшаем. А вообще каждый год это, конечно же, плетение косичек. Можно же косу заплести по голове, оставить, например, вот здесь уже, да, основную длину и ее завить. Можно вообще часть заплести, часть волос заплести постарше, да, девушкам, если красивая длина, а остальные оставить как локоны. И все, и здесь украшение такое добавить. Главное, вот раньше было в моде, то есть большие банты, такие вот голова маленького ребенка, да, волос мало, 100 бант здоровый. Но сейчас немножко это неактуально. Я помню, даже я застала такой период. Вот, заплела я косичку и начинаю ее просто брызгать лаком. Любой лак, который у вас есть, фиксируете косичку сначала, нужно зафиксировать. Потом я беру силиконовую резиночку под цвет волос, фиксирую, обязательно резиночка силиконовая под низ, а потом сверху уже другая, потому что она может просто у вас слететь. И сверху я уже добавляю аксессуар, который у вас украшать будет вашу прическу. И когда вы будете выпускать сейчас прядки, начинаем снизу вверх. То есть я фиксирую резиночкой, вот такой вот, и начинаю придерживать снизу косичку и снизу вверх выпускаю. Как будто у нас очень плотная коса, да, такой эффект создается. Да, но вот так можно на ежедневное использование, плотный вариант. Все-таки сегодня у нас завтра, точнее, будет праздничный вариант, хочется немножко создать какой-то объем. Это вот все объем, текстура будет создавать именно такой красивый, модный, современный вариант. Максимально не боитесь, прям вытаскивайте, берете лак и фиксируете. И потом начинаете с другой стороны также вытаскивать прядки. Если вдруг при вытаскивании у вас начинают они по-разному, одна больше, другая меньше, потом просто вы берете с двух сторон и их выравниваете. Если волосы совсем тонкие у ребенка, ну вот прям не получается объема и косичка получается вот так осенькая, не очень красивая. Есть какие-то хитрушки, как с этим справиться, может быть, завить сначала, а потом уже на кудре сверху плести? Вот первое, это, конечно же, использовать гофре. Гофре – это такой прикорневой объем, создает такая пластина с такими зубчиками, и мы гофрируем именно те зоны, где нет объема. Это прям сразу же такой объем, и можно предварительно закрутить волосы. Просто хаотично, даже хоть на бигуди, хоть на плойку, и главное их хорошо расчесать, и потом из них уже заплетать. И, кстати, если волосы у детей слишком тушатся, это тоже еще одна проблема, можно использовать крем для укладки волос. Все это вы будете использовать, я думаю, уже сегодня, для того, чтобы прорепетировать завтрашний праздничный образ. Если вдруг что-то не получилось с первого раза, всегда это видео можно найти в наших социальных сетях, пересмотреть, повторить, залачить и получить вот такую красоту. Давайте вместе параллельно. Финально покажем, как у нас получилось. Вроде бы, да, не так и сложно, по крайней мере, когда это делаешь не ты сам, но повторить точно хочется. Выглядит очень эстетично, и дополнительные украшения здесь нам тоже в помощь. Завтра, праздничное утро, вы точно встретитесь с красивыми косами, мы вас к этому подготовили.